Десногорский пляж Несут административную, а в случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность Пал травы очень опасен В использовании подразделения ГИБДД имеются два прибора, такие как Бинар и Амата Операция скорость стартовала в Смоленской области Дети изучают историю православной церкви А сейчас об этих и других событиях подробнее В Смоленске написали тотальный диктант Свои знания русского языка в областном центре можно было проверить на трех площадках Кто-то даже писал онлайн, не выходя из дома Участвовать в диктанте мог любой желающий И сделать это можно было абсолютно бесплатно Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель Авторами в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие В этот раз Гузель Яхина В этом году текст был потенциально сложный Поэтому в Смоленске нет ни одной пятерки Десногорск расположен на берегу красивейшего водоема Городской пляж в летнее время самое многолюдное место Каждый год коммунальные службы города готовят пляж к купальному сезону В этом году комиссия уже осмотрела территорию К какому выводу пришли специалисты мы расскажем в нашем сюжете 16 апреля комиссия по приемке городского пляжа к купальному сезону провела первый осмотр территории В работе комиссии участвовали представители комитета по городскому хозяйству, коммунальных служб и благоустройства, медсанчасти, управление по чрезвычайным ситуациям и специалисты компании ЭЛС После зимнего периода пляж имеет довольно плачевный вид Для того, чтобы привести территорию в соответствии с санитарными нормами Нужно всем организациям выполнить большой объем работ Очистить от мусора, заменить песок на пляжи и спортивной площадки Отремонтировать и покрасить раздевалки, кабинки для переодевания, солнцезащитные тенты и мусорки Оборудовать места для курения, восстановить питьевой фонтанчик Следующий у нас сбор 23 мая предварительный С подведением итогов и мероприятий, которые выполнены по пляжу Ну и с 1 июня открытие городского пляжа для купального сезона По состоянию территории в настоящее время можно сделать вывод, что пляж и в зимнее время пользуется популярностью Свалки мусора свидетельствуют о частном посещении любителей напитков и чипсов Вывернутые указательные знаки показывают, что посетители сохраняют физическую силу А выбитые лампы на высоких столбах о небывалой меткости десногорцев А призывы о соблюдении чистоты и порядка так и остаются безмолвными В Десногорской школе номер 3 сотрудники первой пожарно-спасательной части провели плановую эвакуацию Главной задачей администрации школы и учащихся в такой ситуации было быстро собраться и выйти из здания Подобные тренировки в образовательных учреждениях проходят с периодичностью не реже двух раз в год Основная цель подобного рода мероприятий заключается в отработке навыков и умений как учащихся, так и персонала школы, а также экстренных служб города В этот раз учения прошли успешно Дети и персонал учреждения доказали, что в случае пожара могут организованно и без паники покинуть горящее здание В связи с увеличением случаев пожаров в регионе из-за поджогов сухой травы а практически всегда пол травы происходит по вине человека сотрудники МЧС обращаются к жителям с просьбой С наступлением весной сухой погоды увеличивается тенденция возникновения пожаров Происходит это по неосторожности человека Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра непотушенной сигареты или случайно брошенной спички Уважаемые граждане, напоминаем вам Не поджигайте сухую траву ни при каких обстоятельствах Останавливайте тех, кто сжигает траву Вред, наносимый травяными пожарами, может быть очень существенным Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках Стоит отметить, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность За нарушение требований пожарной безопасности частью первой статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей и на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей Если вы стали свидетелем возгорания, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112 с мобильного телефона Будьте внимательны и аккуратны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких И еще на территории Смоленской области заработала прямая линия по борьбе с пожарами в лесах Смоляне могут сообщить о пожарах в лесах на прилегающих территориях, о свалках мусора и прочих фактах нарушения лесного законодательства по телефону, который вы видите на экране своих телевизоров В целях стабилизации состояния аварийности, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий и предупреждения происшествий с особо тяжкими последствиями на территории региона сотрудниками дорожной полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скорость» Анализ аварийности на территории Смоленской области за истекший период 2018 года показывает, что основной причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают либо получают ранения люди, является несоответствие скорости движения транспортных средств правилам дорожного движения, поэтому в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие В настоящее время, в период с 16 по 22 на территории Смоленской области проводится операция «Скорость», целями и задачами которой являются недопущение скоростного режима и совершение дорожно-транспортных происшествий. В использовании подразделения ГИБДД имеются два прибора, такие как Бинар и Амата, использование которых предусматривается на автодорогах Десногорск-Якимовичи и автодорогах Десногорск-САЭС. За несоблюдение скоростного режима штраф – это лишь малая цена, которую лихач может заплатить за легкомысленность на дороге. Очень часто за такие поступки водителям приходится расплачиваться не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, а порою даже жизнью. Смоленская область присоединится к международной оздоровительной акции Европейской недели иммунизации. Она пройдет с 23 по 29 апреля. Основная ее цель – это привлечение внимания и повышение осведомленности граждан о важном значении иммунопрофилактики для здоровья и благополучия. В этом году акция пройдет под лозунгами «Вакцины работают» и «Вакцинация – это не только право, но и коллективная обязанность». В связи с этим региональный департамент по здравоохранению приглашает смолян пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства. Десногорцы могут увековечить память о своем родственнике-фронтовике. Для этого необходимо зайти на интернет-платформу «Стена признания РФ», зарегистрироваться и написать историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны. После публикации сделать репост и фото вашего славного родственника. Будет присвоен стикер «Честь Победы». Не каждый из нас помнит свое первое посещение церкви. Может быть, потому что мы плохо представляли, что там происходит. А между тем, взрослые должны разумно и доходчиво объяснять ребенку, что крести, которую он носит, не украшение, а главный символ христианской веры. В храме «Честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость» очень внимательно относится к визитам маленьких прихожан. В пасхальные дни в Десногорский храм пришли воспитанники детского сада «Мишутка». Служители церкви с радостью встретили детей у ворот и стали вести беседу. Они рассказали ребятам, что наш храм не просто церковь, а кафедральный собор, в честь какой иконы он получил название и объяснили, как прихожане должны вести себя в этом святом месте. Поэтому, войдя в церковь, они стояли на службе как взрослые, молились и завороженно слушали песнопения. Многие из них еще ни разу не были в храме, но нательные крестики показали батюшке почти все. Детей встречал священнослужитель Валерий Власов. Перед знакомством с храмом он спросил, знают ли дети, какой сейчас праздник. Девчонки, кто знает, какой праздник праздник? Папа. Он провел детей по всему храму, рассказал о назначении каждого места, познакомил с центральной иконой нашей церкви Божьей Матери всех скорбящих радости, рассказал, в каком случае нужно обращаться к ней с молитвой. После беседы все дети поставили зажженные свечи. Мне понравилось, что он огромный. Просто как будто я под огромным куполом стою. А что тебе больше всего понравилось? Как мы ставим свечки. А о чем ты думала, когда ставила свечку? Чтобы мы всегда были здоровы, и чтобы я быстрее выздоровела. О чем ты думала, когда ставила свечку? Чтобы бабушки, и дедушки, и мама выжили. Что делают люди в день Пасхи? Бьются яичками. И еще? Приходят молиться. Едят яички. Впечатления, которые останутся у детей, сделают первый визит в Божий храм незабываемым. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова